Я бы этого героя поставил либо в А+, либо в С. Манки Кинга очень сильно лапнули в этом патче. Быстро фармит и может быстро войти в доту. Да мусорный герой, но, объективно говоря, дал тычку. Человек хочет блинкануться, убегает. Вот реально имба, если ты на нем умеешь вирать. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс Итс или Яндекс Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Всем привет! Сегодня мы будем составлять тир-лист лучших кэри-героев патча 7.35. Будем обсуждать героев, предметы и также предугадывать next-level мету. Если вам как-то не понравится то, что я буду обсуждать или говорить, обязательно пишите это в комментариях. Абадон. Насчет кэри Абадона я прям не уверен. Но мне кажется, это точно неплохой герой. Его достаточно сильно лапнули. Мы сильно лапнули пассивку. Изменили коррозию. Не уверен, что прям коррозию на него можно брать. Но она стала явно сильнее на этом герое. Я думаю, на кэри это где-то Б. Может даже А, но я не буду прям... Ладно, пусть это будет Б, но это почти А. То есть это Б плюс будет. То есть это на первом месте в Б будет. Я думаю, это как-то так. Мне кажется, что на оффлэне этот герой будет лучше смотреться. Ну и на пятерке он тоже будет круто смотреться, потому что Койл очень сильный. Так, ну следующий герой у нас будет тогда Алхимик. Я думаю, что в этом патче Алхимик будет очень сильным. Его, по факту, его уже несколько патчей подряд апают. Радик все такой же сильный. Это герой, который хорош на линии. Может, любую линию выстоит. И, ну, и хорош сейчас вот в этих... Ну, почти в каждом, когда вот новый какой-то такой глобальный патч уходит, он всегда хорош в этих патчах, потому что большинство кэри по фарму сильно просаживается, потому что, ну, очень быстрая игра становится. Все начинают на стоп гоститься, Алхимик быстро фармит. И в целом то, что минус 2 голды сделали на каждом кемпе, ну, ему пофиг. Я бы этого героя поставил либо в А+, либо в С. То есть я прям не могу с уверенностью сказать, что это будет прям, ну, не самый имбовый герой. Но это один из лучших, я думаю, будет в кэри в данном патче. Ну, я бы стилбека поставил, наверное, в Д. Ну, хотя можно в С, но... Ну, давайте объективно. Апнули вайпера, на каждом герое берется Салар, который 400 урона физического влочит. Ну, я думаю, в Д можно его спокойно ставить. Ну, слишком пораженный герой. Я думаю, ну, это либо Д плюс, либо С минус. Я бы так это сделал. Пусть будет пока в С, но это С минус. То есть это в конце будет. Так, следующий у нас герой — это Марси. Честно говоря, про Марси ничего кэри не знаю. Я только знаю то, что Сатаник на ней играет. Я видел, как он там на Бэтлфуре на ней брал. Бэф аганим. Я знаю, что она Мидона неплохая. Через диффузик тоже видел. Ну, давайте ее поставим, ну, в С. Мне кажется, это более-менее герой. Но, честно, мне кажется, кэри-герой из Бэтлфуре пока что выглядит очень слабо. Но, я думаю, Марси неплоха, потому что она все-таки более сильная на линии. И может контестить долгая линия. А так, ну, пусть будет С. То есть это точно, ну, намного выше Бристалбека будет. Так, ну, Рикки тоже где-то аппли последние патчи. Он неплох на линии. Ну, тоже такой средний кэри будет. Что-то на уровне Марси, только это нежадный кэри, на котором надо активно играть. Коррозия сейчас дает атак спид, но не дает минус армор, да. Ну, непонятно. Антимаг. Ну, антимаг, конечно же, С-герой. Шутка, конечно. Да, антимаг, антимаг, антимаг. Я думаю, это Бэшка. Ну, блин, да это не, ну, какая Бэшка? Типа, он точно может играть в эту игру. Если он оформит шмотки, это очень сильный герой. Ну, и что тебе сделать, антимаги? Ты купил батлфури, и тебе надо разгоняться, то есть тебе надо флешфармить. Кимпы немного понерфили на минус 2 голды, а в тебя сейчас бегут просто и темпуют. То есть просто пятерка вайпера купит шарт и пойдет тебе ломать базу. Это типа крипскипаешь. Ну, я думаю, можно... Я просто люблю антимага. Из-за любви антимага я его поставлю в Б, но это Б в конце, то есть это Б минус где-то будет. Так, Аркварден. Аркварден, Аркварден, Аркварден. Блин, ну вообще-то мне тогда Абадон... Ладно, в Абадон я все-таки в А поставлю. Меняем решение по ходу мыслей и аналитики. Арквардена я бы поставил в Б плюс. Сильно апнули молнией, конечно, то, что они дают сейчас, собираются через перчатку. Что-то значит, что ты раньше в Арквардене хотел всегда делать Медас Мильнир, либо там Медас Майл Сильвер, тебе просто не хватало такспида. Ну ты очень медленно фармил, и тебе хотелось шмотку на атакспид. А сейчас ты просто можешь взять Глэпнир, либо там какую-то любую шмотку на гига урон, и тебе будет этого хватать. Ну то есть ты просто Глэпнир можешь рашить. Но опять же, Дота супербыстрая, и это все зависит от лейнинга. Не знаю, скажу честно, пока что Кэрри смотрится очень слабо. Ну вот именно Кэрри герой сейчас, в большинстве случаев они очень слабые. Ну вот это реально. Для Кэрри этот патч, наверное, будет самым сложным. Если мы даже взглянем на протрекер, ну вот именно откроем статистику Кэрри игроков, и их посмотрим винрейт, там почти у всех Кэрри, ну и также мы учитываем тир-один Кэрри, например, Ятора Ами, у них у всех отрицательный винрейт, либо 50. Это что означает, что для Кэрри очень сложный патч. Какие-то мы им, конечно, найдем, но можно точно сказать, что дефолтные Кэрри, там фармилы, на них сейчас намного сложнее побежать, потому что в тебя просто бегут, и ты не можешь нафармить. И БФ герои отпадают. Ну пусть будет Арквардент Б. Мне кажется, герой неплохой просто. Просто норм герой, типа, что все-таки у него Имморталку выпустили, а это очень важно. Так, дальше у нас идет Блудсикер. Мне кажется, Блудсикер точно должен в Б идти. Он в целом неплохо работает, да, получается, и в эти Солары, и все эту мету, но сейчас одни маги просто, они будут его сжигать, как будто тебе надо майл БКБ. Но ты сильный на линии, да, это первое. И ты делаешь майл БКБ, это второе. Это будет идти где-то на 15-17 минуте, в зависимости от таймингов. Это точно Б плюс будет герой. Так, дальше идет ЦК. Да, ну, ЦК, ЦК точно С. Его нерфили уже несколько патч, и у него криты нереально мусорные на линии. Он все так же быстро фармит из этих критов. Все так же много урона на скрита прокает. Но ластила нету, и на линии он точно стал У. Из этого слабее. То есть во фри линии он, ну, как Рики, да, он может просто какую-то линию хорошо постоять и много фармить. Купить там, не знаю, Армалет Саблю, или Армалет Амедас Тараску. Хотя, возможно, он где-то в Б минус даже может зайти. Но опять же, что я беру расчет в этом террористе, мне кажется, здесь именно важен не лейнинг. То есть мы берем тот аспект, что все-таки лейнинг в данном патче сейчас очень важен. Потому что, как я и говорил, Б в герои и флешфармеры герои. Не считая Медузы, да, все, ну, очень замедлились и стали слабее. И важно именно хорошо отстать линьми, либо в дроу, и быстро играть в доту. Так, следующий герой Джаггер идет. Про Джаггеру, если честно, я не могу сейчас дать объективную оценку, потому что ему сильно поменяли крутилку. Насколько это сильно влияет. Честно, я не знаю пока, что это за герой. Но опять же, если БФ собирается, это всегда мусорный герой. Я его поставлю пока что в С. Я точно не могу сказать, что это за герой вообще. Возможно, он неплох, но это надо играть и тестить. По винрейту, если он там меньше 50, но опять же, не впечатляет. Найкс. Ну, Найкс, я не знаю, я Найкс поставлю в А, это 100%. Найкс в А надо ставить. Почему? Ну, потому что, если мы говорим про мету магов, он в целом неплох. Но опять же, есть Салары вонючие. Но ты делаешь Ромалет, Радик, ты в целом это игноришь. Ты можешь так же купить нулифар, ты хочешь на этом герой нулик делать. У тебя есть БКБ встроенное. В целом все билды на него так стакаются, то, что он как бы, он и хочет контестить линию, он и хочет играть в быструю доту, ну, в зависимости от билда, Радик, Дизоль. Поэтому этот герой, мне кажется, точно, это точно неплохой герой. Он точно хочет гаситься. Найкс герой у нас Луна. Насчет Луны, честно, мне кажется, она стала точно послабее. Опять же, как говорил, флешфармеры немного подпросели по фарму. Мом теперь собирается через Бродсворд. А что это значит? Что мы не можем разобрать его в Сатай, не можем разобрать Фляй. Я точно не знаю, разбирается ли он сейчас с Мом. Ну, скорее всего, должен, по идее, разбираться, но это было бы логично. Но я бы ее ФБ поставил. Мне кажется, она может играть точно. То есть покачаться, купить им БКБ, Сильвер, Лискади, какого-нибудь Лишачка точно можно. Медузка. Медузка — это либо А+, либо С. Непонятно. То есть для меня это неизведанная территория. То есть этот билд через Мантуфля, Этернал Шаут и Дайдаус выглядит очень сильным. Насколько он сильный, я точно не могу сказать. Поэтому поставлю, думаю, ну, минуза пусть будет С. С минус будет в конце где-то. А следующий у нас на подходе в нашем территориале идет Манки Кинг. Манки Кинга очень сильно лапнули в этом патче. У него в целом до этого нравилось. Почему? Потому что он всегда контестит линию, он сильный на линии. Но у него и он в листе один из сильнейших физкэрри. То есть его двойная, эта арена, это Брокин просто. Я бы этого героя стал либо в А, либо в ВС. Почему в В... Я могу сказать точно, это минимум А герой? Ну, блин, ну ВС, да? То есть ВС это... То есть что я подразумеваю под с героем? Это, первое, сильный лейнинг, долгой контесте, да? Ну, либо хотя бы, может, 50 на 50 строить. Быстро фармит и может быстро войти в доту. Это третье, да? И в целом Манки Кинг под это подходит, да? То есть на него не обязательно бэв делать. Ты можешь так же сделать коррозию, саблю, дизоль. И у тебя... Как бы ты пока дерешься, у тебя из-за этого много нетворца. Ну, ты не проседаешь по фарму. Ну, и можно так же всегда бэв сделать. Ну, я люблю этого героя. Поэтому я поставлю все-таки ВС. Морфлинга я поставлю ВА. Мне кажется, прикольный герой. Ну, во-первых, это опять же манта-байры, то есть бэв-байры стали намного слабее. Это, наверное, деца-герои сейчас. А манта-герои и ранжевики, которые плюс-минус флэш-фармят, они стали сильными, потому что, ну, ты бьешь шиншей, пускаешь манту там на топ-линию, либо на мид, и у тебя миллиард нетворца. Я видел прикольный билд, который Ятро собирает. Это манта-апнутая филактерия из Arial Blade. Ну, то есть новая филактерия на морфе, это как старый Arial Blade, потому что там с адаптиковой улетает, ну, просто миллиард урона. И в целом смотрится хорошо шмотка на этом герое. Ну, короче, морф точно прикольный, контестит линию, имеет хороший лейт, ну, и быстро в доту может войти. Тем более, с билдом манта-филактерия, там просто какой-то неадекватный, мне кажется, урон со второго спыла. Следующий герой-герокоптер. Мое мнение, это не керри сейчас герой, то есть можно зарофлить на меду, конечно, но это точно 4-5. То есть бараш наносит миллиард урона, ты можешь там на 15-й минуте с вейлом просто испепелить любого героя, с вейлом шардом. Ну, не знаю, для меня герокоптер на керри это D. То есть это... это мусор, типа. Ему апнули в этом патче ульт, что, опять же, невероятно круто на пятерке смотрится, но на керри, типа, ну, окей. Я замаксил флаг, бью крипов. Типа, если я хочу побить крипов, я могу взять медузу, я могу взять морфа, я могу взять хоть луну, да? Мне кажется, это намного перспективнее. Для меня герой-это на керри, ну, слишком слабый герой. Под веспом? Да, это где-то CB будет. Но в каждой игре мы видим веспа. Да не, такое. Муэрта. Муэрту немного поднерфили, то есть сделали прикольно, что пассивку можно отключать, чтобы не пушить пачку на линии, да? Ну, и немного уменьшили урон с ульты. Учитывая, что сейчас все герои хотят покупать это Рену Шлаурт, Имидж Слэйр, да? И Буторны. Она, типа, стала такая. Непонятная. И в целом сейчас агильных керри чуть меньше станет, да? Ну, ее точно можно в Б поставить. Ну, мне кажется, опять же, герой сильный на линии, все такое же. Ну, как, не такой сильный, как до этого было. Все-таки поднерфили еще в прошлых матчах второй спел, что влияет очень сильно на лейнинг. Но в целом, мне кажется, это хороший герой. Она также может купить, да? Миллинир Тайдалус, пойти и испопелить врагов. Но то, что сейчас Этерна Шлаурт, Имбова, конечно, это решает. Но пусть будет Б. В прошлом патче для меня это было герой А+, где-то. То есть это суперсильный керри был. Нага. Наги уменьшили перерост силы. Сейчас, опять же, понерфили Тараску. Но я видел билд, который делает Наги. Это все так же, да? Ты Ман Торчи делаешь, только вместо Тараски ты делаешь Интерна Лат Шаут, который собирается из Виталити и Огракса. Дает тебе еще резист от магии, еще Блут Орн потом сверху доделаешь. Мне кажется, на ласт пик Нага все так же может взлетать. Если Лишак, например, в бане, ты просто можешь спокойно не играть. Она чуть-чуть поднерфленная стала, но мне кажется, что герой все такой же играбельный. Но это, типа, ячейно неоткрывающий герой. Ты все так же можешь поспитить мапу и нафармить шмотки. Но опять же, Лишака нереально впаду играть. Я бы его поставил где-то в Б. Думаю, в Б. Либо в С+, либо в Б. Ну, наверное, в Б все-таки, но успик-то нереальная МБА. Так, дальше идет Разор. Насчет кэри Разора я прям не уверен. Он точно может играть. Я знаю, что на миду Разор имба. Вот реально имба, если ты на нем умеешь играть. Малорин тому. Пример. Ну, его очень сильно напнули. То есть, у тебя теперь, когда отсосал урона первом левеле, у тебя не 5 секунд действует баф, а 10 секунд на каждом левеле. Да, чуть-чуть меньше ты стал высасывать урона, но да пофиг. Там еще вроде немного пассива подняли, я точно не помню. Я видел, что там с пассивой они поигрались. И сделали, типа, таланты другие, потому что ты армор вроде высасываешь. Короче, герой точно прикольный. Он точно прикольный, он точно играбельный. Это, ну, возможно, это А-герой, но я его сейчас поставлю в Б, потому что все-таки на кэри, ну, блин, но он точно может играть. То есть, это где-то Б+, скорее всего. Это какой-то мемный герой, с которым можно все время гаситься. Короче, я думаю, хороший такой среднячок. Фантомка. Ребят, я думаю, тут можно без комментариев. Просто вот так вот в Д добавляем и не паримся. Объяснять, ну, что тут объяснять. Ей убрали лайфстил с пассив, со второго с пола. Ну, это вообще, опять герой мертвячен становится. Ну, ну, иногда была фишка, что у тебя 10% хп остается, ты файти критуешь с блинка, и ты стволом становишься. Это невероятно сильно влияло. А сейчас, опять же, БФ мертвый, линия мертвая. короче, просто мусорный герой. Нереально мусорный герой. И еще шарты сделали вроде физический урон, если не ошибаюсь, он не чистый. Вообще. Так, лондруид. Ну, лондруиды там вроде практически ничего не изменили. А, ну, медведя чуть-чуть ослабили, я смотрю, здесь. Приросилы уменьшили героя, да. Ну, немного ослабили его. Мне кажется, это неплохой герой. В умелых руках это точно сильный герой. Мне кажется, он неплохой. Я бы его поставил в С. мне кажется, его точно, это, даже Б, мне кажется. У него сильная линия. Если на нем уметь играть, а не играть, как я, да, на официалке, на пинокле, то в целом нормально, я думаю. Ну, так, пусть будет Б, мне кажется, это все-таки Б-герой. Он сильный на линии, любит гаситься. Пи-Эл. Самый, один из самых кайфовых героев. Ну, я не помню, вроде Пи-Эл ничего даже не меняли в этом патче. Блешака, он плохо играет. Ну, на лас-пик, он как нага может взлететь, но разница между нагой и Пи-Элом, потому что нага может, она сильная на линии, ну, не сильная, она может почти любую линию в драу отстать и уйти в лес, и толкать линии. А Пи-Эл, если он до шестого дотерпит, он, конечно, быстро фармит, но лайнинг, он желает, конечно, лучше. Ну, я бы его в С поставил, но в Аспике точно можно всвалить каточку. Руджи, наш прекрасный Пуджинант, но Пуджик, я думаю, неплох. Он не имба, но неплох. Я думаю, он среднячок. Сейчас то, что этот интернет шраут новый, да, почему там, чуть-чуть его там бафнули, на десятном у него вроде плюс пять армора, теперь они четыре армора, талик, и там на пятнадцатом плюс двадцать уроны вроде от рука. Ну, мне кажется, неплохой герой. Типа, поиграться, мне кажется, можно. Также сильный на линии поиграться точно можно. В целом, сейчас дота такая стала странной, потому что, ну, сейчас семи керри можно играть, да, и поэтому, прямо сказать то, что баф в керри могут побеждать сложно, поэтому Пуджинант точно неплох. Так, следующий у нас на подходе это Райс Кинг, величайший. Из того, что я сейчас посмотрел в патче, ему просто убивают уль, то есть там колдаун сейчас даже с аганимом будет практически полторы минуты, ну, то есть это невероятно много. То есть я раньше, когда я шел с ультом, 40 или 60 секунд. Сейчас, ну, это очень много. Это очень сильный нерв в лите. То есть ты не можешь нам стоп драться. Лейнинг, ну, на линии, наверное, неплох, но, мне кажется, это Ц-герой сейчас. Точно не деп, потому что, ну, на линии все-таки, все такой же, достаточно сильный. Вызвал скретику, нажал стан, пятерка нажала нюк, смерть у вражеского героя. Быстро фармит, может купить так, также Радик. Ему занерфили сильно ульт, что, типа, неприятно влечь себя. Ну, блин, ну, ставить его в С, ну, это глупо. Ну, это точно глупо. Я его все-таки в В поставлю. Он неплохой герой. Такой средненький. Средне-слабенький такой. Сларк на подходе у нас. Ммм, со Сларком такая вот загвоздка. То есть, самая главная проблема этого героя была, это лейдинг. И в компетенции в нем всегда было очень тяжело линию стоять. И тебя капец как душили. Но мы сейчас про паблики говорим, да? И в целом в паблике на линии не стоят такие игроки Камар, Зефакер там, да? Коллапсы, которые за каждого крипа готовы ну, убить. Любить любого человека, да? И они тебя по трейдам на хп слишком сильно выигрывают на линии. Поэтому ты всегда огрызком выходишь. Поэтому я думаю, ему сейчас в этом еще патчи статки немного подняли, да? Хп-шечку вроде там за левел на 0.2 и интеллект на 0.2, что невероятно приятненько. И в целом, герой если отстоит линию, но он точно очень хочет играть дот. Ап 0 и Бл Тор, Мэдж Слеер стал еще круче. То есть Мэдж Слеер сделали адекватной шумоткой. Почему вы спросите? Брали плюс 20 урона. Вот когда я брал Мэдж Слеер, я так думал, вот зачем я тебе плюс 20 урона? Вот бы атак спиды еще. Держи, дружище. Плюс 20 урона в секунду наносят, когда действует 5 секунд. Ну прекрасная шмотка. Дал тычку. Человек хочет блинкануться, убегает. А это вы в любом случае догоняешь, потому что блинк канцелится из-за урона. Поэтому Сларк точно стал сильным. Ну, не суперсильным, он в принципе как в прошлом патче, то есть чуть-чуть получше. Плюс Б в герое старе послабее. И поэтому я его все-таки в А поставлю. То есть мне кажется, если мы говорим, например, про паблик, то этот герой точно, если переживет линию, либо еще хорошо стоит, либо ее выиграет, то от него невероятно много импакта. Он даже в Лишака может играть из-за матча Слэйра. Так, Спектра. Спектра в прошлом патче точно была АС-героем. Ее чуть-чуть поднерфили, и дота стала в целом быстрее. Этот герой сейчас точно не АС, но это все-таки все такой же А-герой. То есть, если, например, твои челы постояли хорошо линию, и они там быстро двигаются, ты нон-стоп прилетаешь так же на степ, и так же всех убиваешь. То есть сейчас проблема в том, что тебя могут снести супербыстро и не дать накачаться, и не дать кивы наделать, но в целом все так же можно спокойненько линию отстоять, все так же спокойненько можно прилетать, гаситься, и дон-стоп со степом. Поэтому это точно А-герой. Такой хороший, стабильный, все так же, мне кажется, можно побеждать. СФ. На линии он неплох, да, но... Да мусорный герой, но, объективно говоря, это крип, который... Ну, он просто слабый герой. Не знаю. Может быть, на нем... Опять же, в какой-то во фришной игре его точно можно взять, хорошо отстоишь линию, и ты там в PvP 1-1 убьешь героев, да. Но если мы смотрим на героя С и А, но они явно все сильнее этого СФа будет. Ну, объективно. И как... Ну, и даже Бейтерлист мы смотрим. Антимага, да, он может скушать. Пуджа, ну, да, если у него хороший линия, может скушать. Беса, ну, в теории тоже, да, может скушать. А так остальным, ну... Ну, это точно лучший герой среди всех дэшников. То есть это Д плюс где-то. То есть, мне кажется, все равно, ну, он может играть, но он слабенький. Дровочка, дрова. Дровку достаточно сильно лапнули, да. Ну, это точно минимум Байгерой, даже Б плюс. И мне кажется, это даже А минус где-то будет. Насколько она сильная, я не могу сказать, да. Но это такой же Манта Байер. Мне кажется, ну, это точно неплохой герой. Надо сказать, что она прям суперэмба, но тяжело. Все такие же и Спектры, каждый герой может купить Блинг. Ну, все-таки поставлю ее в Б плюс. Мне кажется, на ней точно можно поиграться и что-нибудь прикольное придумать, там, пика, аганим, как Ятра в каждой игре делает почти. Ну, даже без аганима можно играть на ней. Неплохой герой. Если мы еще смотрим на А, да, то есть, Найкс, Морфс, Ларк, не считая Спектры. Нет, давайте, мне кажется, все-таки, ну, опять же, это просто достаточно призятое мнение, но герой точно не слабый. Ну, реально, ну, не слабый он. Он точно может играть. Поэтому это будет А минус где-то. То есть, это А в конце. Дровочка у нас. Снайпер. Снайпер, да. Я не знаю, типа, это точно не мусорный герой, но насколько он играбельный, непонятно. Я его поставлю в С. То есть, возможно, это Б минус где-то будет, но пусть будет, пусть будет С плюс Свен. Ну, для меня Свен это всегда стабильность. Ты уходишь в лес, качаешься, да. Ну, немного лес поднерфили, Саблику немного изменили. Насколько критично, я не знаю. Наверное, не так критично. Север, да, вот. То, что вот Севера поднерфили, то есть, ты сейчас на Свене не хочешь убрать Север, ты хочешь Север Дайдаус, чтобы у тебя криты были. Север теперь не дает у нас криты. Он просто дает только инвиз. Я так спит. Ну, пусть Свен это Б, не знаю, для меня Свен это просто всегда средний герой, который нормально отстоит линию, уйдет в лес, купит Мом, Саблю, БКБ, нажмет ГД, Стан, убьет героя. Ну, герой ВО. То есть, стабильность, залог успеха. Ланая. Ну, Ланая, не знаю, я бы вставил, но Дэй ее точно не поставить. Это С-герой сейчас. Вайпер или Шрак, Абадон, который все снимает. Слабо, слабо. ТБ. Я не знаю, ТБ это просто... Я если смотреть по винрейту, то ТБ там один из худших винрейтов на уровне Фантомки. Да, можно в Дэу даже поставить. Ну, блин, это иллюзионист все-таки. Ну, поставить рядом с Фантомкой, гирой СФ, ну, это себя не уважать. Пусть будет все-таки С. Ему там, конечно, его немного подапали в этом патче. Думаю, С-герой может играть, но пока непонятно, как на нем побеждать. Но на нем точно можно побеждать. Троляка. Ну, для меня тролль это сильная линия. Его опять немного подапали. Сильнее сделали шарт. Я считаю, у него шарт один из самых имбовых на кэре. То, что он дает эту дабл-тычку спасива, это вообще нереально много урона. Ну, мне кажется, этот герой точно минимум Б. Я сомневаюсь, что это будет А. Я видел там Ами прикольный билд делать. У него типа билд был Б в Манта Шрауд. Ну, типа, он без БКБ играл. Потом Сатаник делал. И ты типа бессмертный. Ну, по винрейту он, конечно, не бессмертный. Герой точно хорош. Герой точно сильный. Но это БФ Байер. Ну, учитывая, что ты можешь хорошо линию стоять, в целом играбельно. Но сейчас опять же Разор должен быть, по идее, в мете. Вайпер вонючий. Ну, я думаю, это Б. Пусть будет все-таки Б. Ва его тяжело прям поставить. Хотя что-то... Ну, это рядом с дровкой. То есть это где-то Б плюс и где-то, возможно, А минус. Это что-то рядом. Но это надо все тестить и прямо проверять. Урса. Ну, не знаю. Ну, Урса... Ну, что это? Это БФ-герой. У него огромный бёрст. Рож есть, но нет от Тауэр Дэмэджа. Это самый главный минус, да. Но сейчас, типа, Тауэр Дэмэдж, по идее, Лишрак, ДП. Но он, по идее, слабенький. Урса должна быть, по идее, слабенькая. То есть сейчас я буду раньше вот это вот говно убрать в оффлейн и ты это стоять не можешь. Тебе 3000 нтворсов будет на 10-ой мурсе. И ты, типа, уходишь в лес. Ну, типа, опять же, герой может играть. Если человек берет миличного оффлейнера, ты на ОСП курсе такой «Мои пэтессики». Берешь БФчик, отстоял линию, БКБ, блин, там, Абисал, МКБ, что угодно, Дайдаус, да. Миллиард урона. Можно играть, но точно не сильный. Вивер. Ну, Виверу пофиксили на 25-ом, то, что у него, типа, от Шикучи не прокает тройная тычка получается. С шардом. И в целом, теперь на 25-ом можно брать талант на минус КД Шикучи, и у тебя на стоп будет шард прокать, по идее. Мне кажется, Вивер просто неплох. Назвать его плохим, прям тяжело, опять же, надо играть. Но учитывая Солары, ну, этот, наверное, слабенький герой сейчас. Типа мне Тёмыч рассказывал то, что он пикнул Кэрри Вивера, у него пришел оффлейн Вайпер, Вайпер купил себе два бунда ПТ, доносит себе Повис, и все. В целом, игра Вивера на линии заканчивается. Герой хочет контестить линию, да, и подушивать оффлейнеры все время. То есть любой оффлейнер берет просто в себе Повис, ну, и потом в Солар, да, догрейживает. У тебя ноль урона, у тебя фулл физика, не считай второго. Это тяжело назвать прям каким-то уроном, поэтому этот С-герой будет достаточно, должен, по идее, должен быть более слабее, чем до этого было намного. Лина. В целом, я сейчас видел, активно все Лину пикают на Кэрри, то есть талики там на 20-м, на 25-м изменили, то, что именно на Кэрри талики стали. Джампер их чуть-чуть поменьше стало, она сильная на линии, покупает молнии, хочет глэпнир делать. Неплохой герой. Точно неплохой герой, точно. Я видел, что на него даже положительный минрейт, что очень важно. Я бы его поставил, ну, не знаю, ВС, мне кажется, его в ГУП поставить, но ВА, я думаю, точно нужно. Возможно, это А+, да, герой? То есть это точно хороший герой. Ну, и напоследок у нас остается Фейслес Боуд. Что, и мы увеличили прирост силы? Это очень приятно. То есть проблемой была ВА, да, когда у него там молнии и БКБ, у него мало сотов, и поэтому все плюсы качают вместо Time Deletion. А теперь даже можно задумываться, чтобы не качать плюсы, а Maxi Time Deletion. Ну, и талики там на Time Deletion типа апнули, но ты почти их никогда не берешь там. Не знаю, в одной из 10-15 игр можешь взять по фану, но это не объективно. Но опять же, минус, да, герои, то, что в тебя могут бежать. То есть ты можешь отставить линию, и в тебя просто нон-стоп бегут. И из-за этого тебе сложно играть. И тебя могут, грубо говоря, за 20 минут сносить. И в С-герое этого точно нельзя ставить. То есть С-герое, это который может в любой ситуации играть. И получается, Void это все-таки А. Все-таки его тяжело поставить прям в С. У него есть явный минус, то, что его могут в него просто бежать и сносить. Ты потратил хронок, кнопка 2,5 минуты кодешится, и что ты делаешь? У молнии БКБ. Да, молнии играет, ну, еще сапнулись, через перчатку собираются, но это типа нимба. Но тогда, блин, сейчас тогда изменю свое мнение, все-таки, мне кажется, Лина тогда это С-герое. Потому что, по моей логике, может, даже если она немножко плохо линия стоит, у него легкий камбэк потенциал, она флэшфармит, но может, грубо говоря, любую игру затянуть. Ну, короче, это самый, из С-герое, мне кажется, самый худший. Наверное, такой где-то тиражиста составил, мне кажется, плюс-минус 100 где-то на глаз. Опять же, это все субъективное мнение. Этот анализ был сделан от общения со своими тиммейтами, от того, что я смотрел. Ну, и больше всего этот анализ сделан, я смотрел на протрекере тир-один игроков, на чем они играют, как они билдятся, какие у них винрейты и в целом, что они рейтят. Поэтому где-то такой тир-лист, плюс-минус. Я бы хотел, наверное, добавить то, что из-за интересного ОД-кэрри может играть. Я видел Ами на него много спамят и у него достаточно неплохой винрейт. Видел там батрайдеров, Ами сыграл одну игру на карьере батрайдера через Солар, Мэджслайер, потому что Мэджслайер стакается с Напаломом. Ну, и там какие-то еще что-то можно придумывать интересное. А так, наверное, все. Спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях вам, что не понравилось, что вы хотели добавить. Ну, самое главное, ваше мнение, да, насчет этих героев, насчет этого тир-листа. Следите за нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, что досмотрели. Желаю приятного апсита, кто кушает, а кто идет спать, спокойной ночи. Поэтому всем, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok